Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа Актуальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. 28 марта в администрации Одинцовского района прошло расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На нем было принято решение о создании рабочих групп, которые в ближайшее время должны проверить места с массовым пребыванием людей. Каковы предварительные этапы проверок и как себя вести в случае возникновения непредвиденной ситуации? Об этом сегодня расскажут Андрей Владимирович Пряхин, начальник 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области, и Владимир Аркадьевич Старожук, начальник отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Давайте начнем со статистики. Сколько на территории нашего района торговых центров? Уважаемые жители и гости Одинцова, Одинцовского района. Значит, на территории нашего района крупных торговых центров, более 1000 квадратных метров, насчитывается 54 центра. Эти центры расположены по всему району, но, конечно, их не большее количество. Это близость к МКАДу, в самом городе Одинцова, ну и близлежащие города. Это Голицыно, Звениград. А уже можно говорить о предварительных результатах вот этих проверок, которые начались? Да, значит, проводится прокуратурой, ну в целом по стране проводится прокуратурой проверки. К этим проверкам привлечены мы, привлечены Росгвардии, привлечены ряд других заинтересованных служб. В ходе проверок, которые мы провели, к сожалению, подтверждаются те факты, которые перевели к таким плачевным последствиям в городе Кимерово, Зимней Вишни. Это также неработающие системы, закрыты эвакуационные выходы, недокомплектованность или их отсутствие первичных средств пожаротушения. К сожалению, так. Но я думаю, что в ближайшее время будут нарушения устранены этими хозяевами и торговые центры продолжат работу. Или они будут закрыты, если они этого не сделают. Владимир Аркадьевич, когда отправляетесь в состав этой рабочей группы на проверку, на что обращаете внимание? Есть наверняка какой-то план, есть какие-то пункты, которые обязательны к проверке? Безусловно, конечно. Это преочередное и самый главный пункт – это первичное раннее обнаружение пожара. То бишь работы систем пожарной сигнализации. Если не работает система пожарной сигнализации изначально, то не сработает ни одна из систем последующих. То есть не сработает дымоудаление, не сработает эвакуация людей при пожаре, система эвакуации, и не сработает система пожаротушения. Естественно, приведет к тем плачевным последствиям, которые были в Зимней Вишне. Это первая очередь. Второе – это выходы, эвакуационные выходы, которые должны держаться открытыми, либо опять-таки во многих торговых центрах они работают в системе пожарной сигнализации. То есть замки открываются на этих выходах при сработке этой системы. Ну, естественно, отделка пути эвакуации. К сожалению, то, что подошло в Кемерово, зачастую обнаруживаем мы. То есть отделка пластиком, другими горючими материалами, хотя по сертификату они значатся как негорючие. А закрытые пути эвакуации, выходы эвакуационные, чем объясняют владельцы помещения? По-разному объясняют. Тем, что проникновение, нехватка персонала, который должен находиться на этих выходах, дабы их не держать открытыми. Ну, и загромождение, в конце концов, зачастую так, их заваливают разными. Они ставят автоматы, игровые автоматы, разные по приему денег и так далее. Ну, и еще хотелось бы добавить плохое знание персоналам действий в случае пожара. Все-таки человек, придя в этот торговый центр, он не обязан думать о своей безопасности. За него должны были подумать, прежде чем строить этот торговый центр, рассчитать его безопасность, количество выходов, их ширину. Ну, к сожалению, и, естественно, знание персоналам вот этих вещей, как себя вести на случай пожаров. Ну, к сожалению, те ЧОПы, которые работают, ну, из наших проверенных, не все, конечно, многие очень хорошо подготовленные, знают свои действия. Ну, некоторые, но оставляют жилой лучше. Учиться и учиться еще. Мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей, я житель города Одинцово, живу в доме номер 165 по Можайскому 6. Сергей, ваш вопрос к гостям. Вопрос у нас такой. У нас рядом с домом собираются построить торговый центр, одновременно с этим с одной стороны от дома убрав пожарный проезд. То есть, вопрос заключается в том, как МЧС может нам помочь этому противодействовать, как они вообще к этому относятся. Спасибо, Сергей, за вопрос. Спасибо, Сергей, за вопрос, очень актуальный. Значит, Сергей, при постройке любого строения, которое располагается на территории района, есть генплан застройки. В случае, если строится этот центр, как вы говорите, перекрывая пожарный проезд, въезды и подъезды к домам, естественно, этого допустить нельзя. В этой связи, если он еще только начал строиться или в стадии проекта, Сергей, я вам рекомендую обратиться в администрацию нашего района, которая отследит данный вопрос. Спасибо. Насколько я понимаю, торговые центры – это объекты, сложные со всех точек зрения. Андрей Владимирович, для пожарных какие сложности они представляют? В случае, не дай бог, возникновения чего? В случае возникновения, даже в любой случае, в любое заявление, жители пожарного подразделения реагируют на данное заявление, выезжаем. Зачастую сталкиваемся с такими лентарными требованиями, которые нам мешают. Это первое, в момент следования к месту вызова зачастую пожарные автомобили не очень охотно пропускают водители и тратится драгоценное время. Знаю, что иногда бывают у нас пробки и другие моменты, это очень важно. Соответственно, культура, поведение водителей на дорогах города Одинцова – это бы нам, скажем так, было большим подспорьем. В следующий момент, когда мы прибываем, это зачастую, как и торговые центры касаются, так же это и касаются другие объекты. Водители оставляют свои автомобили на местах размещения пожарных гидрантов. Соответственно, воспользоваться ими не представляются возможности и приходится ездить на заправку на другие пожарные гидранты, которые свободны, не заставлены. Далее, в следующий момент, в случае, скажем так, срабатывания каких-то моментов в торговых центрах, необходимость для работы возникает в наших подразделениях. С чем мы можем столкнуться? Это, как сказал Владимир Аркадьевич, неисправность системы пожаротушения играет очень большую роль. Если она неисправна, соответственно, происходит быстрое распространение плавания во всех направлениях – вверх, вниз, по всем этажам, влево, вправо. И, соответственно, скорость возгорания тех материалов, которые якобы являются не горючими, на самом деле являются горючими, возрастает в разы. И площадь, масштаб чрезвычайной ситуации, масштаб места пожара возрастает. И, чтобы его локализовать, необходимо в единицу времени задействовать большое количество сил и средств, большое количество, скажем так, пожарных стволов, с которых мы производим тушение. И, скажем так, это не всегда представляется возможным. И сложность в том, что планировка этих зданий, она специфична, и на каждом объекте очень, скажем так, индивидуальна. И, скажем так, для того, чтобы на некоторых объектах дойти до очага пожара, она проделается, скажем так, неблизкий путь. Но сравнивают иногда торговые центры с лабиринтами. Да, вот по этому лабиринту необходимо пройти, тем более сложность возникает еще, задымленность среда, высокая температура. И вот в этом моменте надо пройти. И еще говорю, если масштаб не сработала с принклиной системой пожаротушения, удержать пожар, как это обычно в нашем термине говорится, да, очень сложно. Поэтому вот эти моменты, когда собственник объекта, скажем так, содержит в исправности все сегменты пожаротушения, тогда, скажем так, сложности, в принципе, ее не возникает. Мы можем воспользоваться пожарными кранами, которые, скажем так, в достаточном количестве запланированы, а первичными средствами пожаротушения можем также воспользоваться, проложить собственные линии. И это уже насмотрение руководителя тушения пожара. И этот момент, скажем так, очень важен. И возгорание, это, наверное, обнаружилось на ранней стадии. На ранней стадии, если пожары обнаружили, соответственно, это очень, скажем так, можно профессионально, скажем так, затушить. Но если он вышел из-под контроля, все мы это понимаем, и телевидение смотрим, и видим, когда он выходит из-под контроля, приходится, скажем так, задействовать большое количество сил и средств. Вот только тогда можно справиться с этой обменной стихией. И это, к сожалению, время. Так точно. Мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемая ведущая. У вас очень хорошая программа. Спасибо. Вы знаете, я хочу задать вопрос. Меня зовут Андрей. Я житель города Олимпова. Я хочу задать вопрос гостям вашим. Задавайте, конечно, Андрей. Да, если это относится к их подразделению. Вот мы сейчас разберемся. У меня немножко другой вопрос. Скоро лето. Меня интересует подушкинский лес. Знаете, летом часто приходят на выходные люди, разжигают костры и пусники устраивают. И после этого остается вот не то, что мусор, а вот костры непотушимые. И часто я вот смотрю, нет табличек, чтобы не разжигали предупредительные. И вот можно попросить ваших гостей, чтобы они почаще на это обращали внимание, если это к ним касается. Вы вешали вот такие вот баннеры, плакаты. И чем больше, тем лучше. Спасибо большое, Андрей, за вопрос. Насколько я понимаю, на последней комиссии шла речь и о подготовке к летним периодам. Спасибо большое, Андрей. К этим вопросам мы касаемся очень часто, к сожалению, после того урагана, который прошел, и ледяного дождя, что прошло уже, прошло, наверное, лет 8, как прошел этот дающий ураган, у нас очень много поваленных деревьев. И положение в лесу с точки зрения пожарной опасности очень катастрофическое. Правильно мы подметили, Андрей, что здесь не то, что там какого-то костра. Мы очень сейчас переживаем за пол травы, которая может сейчас начаться. А он начнется, скорее всего. Вернется, да, в 99 случаях, как детская шалость и переходящий именно на этот вал. Кто был в лесу, особенно грибники, это видели, сколько деревьев повалено, завалено. И жучок нам помог в этом плане. И, естественно, они уже высохли, эти деревья, заваленные, как после урагана и дождя. Естественно, они воспламеняются. Даже от травы очень быстро и вытекающие из этого последствия. К счастью, в том году и как погода, так и, может быть, люди более-менее осознали. И не допустили мы лесных пожаров. Но то, что было десятый год, вы, наверное, все это помните. Катастрофическая погода и, естественно, катастрофические последствия в лесу. Значит, мы вместе с лесниками, надзор осуществляют в лесах лесхоз, мы, естественно, в помощь, выезжаем. У нас составлено 8 маршрутов, где мы пытаемся объезжать лесные зоны, где разводят костры. Естественно, наказываем их сотрудники, полиция, волонтеры нам в этом принимают активное участие. Ну, постараемся не допустить этих последствий. А штраф большой за разведение костра? Ну, естественно, конечно, на гражданина до 500 рублей штраф за разведение костров в опасный период. А когда будет объявлен пожароопасный период, то, естественно, штраф увеличивается в два раза. В этой связи еще хотелось бы добавить то, что лесхозом тоже проводится на эту тематику огромная работа. Сейчас мы проведем учение через неделю. Правовое мучение совместно с лесхозом об готовности сил и средств на случай воздействия. Ну, а по поводу табличек, где во многих местах, вы, наверное, видели, ну, вдоль дорог мы стараемся устанавливать. В лесу смысла нет. И угадать, куда пойдет гражданин и в каком месте разведет костер и поставить там табличку невозможно. Но в лесах стараемся их устанавливать. Устанавливают также представители лесхоза. Общественные организации устанавливают. Мы это неоднократно видели и снимали. Но, к сожалению, не на всех это действует. И, да, вот сейчас 18-го числа пройдет также совещание с садоводами, где председателям мы эту тему опять озвучим, поднимем. Потому что очень много СНТ находится в лесных мосевах. Ну, и большинство из них, к счастью, гости нашей столицы, которые проживают в этих садовых товариществах. И не задумываются о последствиях для нас. Я хотел бы добавить в данном вопросе. Андрей, смотрите, данная ситуация, она не должна никого из нас, находящихся в данном районе, оставлять равнодушен. Зачастую кто-то всегда увидел на ранней стадии это возгорание. Взял телефон, позвонил и начинает снимать на видео, на любые гаджеты, еще чего-то. И смотреть, что дальше происходит. Разрастается это возгорание, идет в лес, идет еще куда-то. Начинают сразу просто выкладывать какие-то средства массовой информации. И тем самым просто ждут, что будет дальше происходить. Мое мнение, как жители Одинцовского района, хотелось бы, наверное, видеть то, что жители тоже начинают помогать и пожарным, и лесному хозяйству. Также, скажем так, если выходит в лес, а сейчас это уже продумывается работа для оборудования специальных мест, для приготовления тех же шашлыков, чтобы эти места пришел человек, отдохнул, за собой убрал, погасил, скажем так, то, что он развел, костер, да, и, соответственно, после этого за собой убрал. Вот эта вот работа, знаете, сейчас переходит все лесной пал, привлекается техника, техника начинает выезжать в поля, сами понимаете. Приходится нам отвлекаться от той повседневной деятельности, от которой мы постоянно находимся. И, соответственно, приходится в эту единицу времени может приступить какая-то важная заявка от жителей нашего района, которым необходима реальная помощь. И вот если подразделение находится в том месте, где произошло возгорание, ну, это может, скажем так, стоить и человеческих жизней, и привести к каким-то другим последствиям. Поэтому убедительная просьба для тех зрителей, которые смотрят, чтобы они оказывали полное содействие нам в этой работе, помогали, меньше снимали, а больше мы вместе, скажем так, в этом направлении работали. Да, сложности никакой здесь нет, элементарные требования. Все мы, скажем так, элементарно знаем, как обращаться с огнем, как его можно потушить, особенно на ранней стадии. Имеется в виду костер, наверное, каждый его просто когда-то... Безусловно, это в силах каждого, но я предлагаю вернуться к торговым центрам, о которых мы сегодня говорим в связи с трагическими событиями в Кемерово. Городская прокуратура совместно с администрацией Одинцовского района и представителями МЧС нанесла внеплановый визит в торговый комплекс «Вегас-Кунцево». Особое внимание было уделено наличию и работоспособности сигнализации, средств пожаротушения, состояния эвакуационных путей и готовности персонала. Результаты проверки в следующем материале. Со входом в развлекательный комплекс не было никаких проблем. Тут же встретили и проводили в переговорную на четвертый этаж. Для того, чтобы предоставить все необходимые для проверки документы. Как оказалось, в торгово-развлекательном комплексе «Вегас» предусмотрено свое штатное противопожарное подразделение. По словам начальника управления пожарной охраны Крокусити Александра Бусыгина, помимо служб пожарной безопасности и групп обеспечения пожарной безопасности, в наличии есть штатные расчеты пожаротушения с пожарными автомобилями и боевыми расчетами. Также организовано их круглосуточное дежурство. На территории комплекса базируется пожарная машина с пожарным расчетом. Общая численность группы составляет 27 человек. Проверяющим продемонстрировали алгоритм действий при срабатывании пожарной сигнализации. Внимание! Проводится проверка системы противопожарной защиты и системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие. Спасибо за понимание. После того, как сработал датчик, пошел сигнал к диспетчеру, который направил на место инструкторский состав для проверки. При сработке одного датчика оповещение не включится. Пойдет сигнал, внимание, пожар, какая-то другая техническая причина. При сработке двух датчиков, то есть дым, когда начнет распространяться на какой-то площади, тогда уже происходит сработка полностью алгоритма действий. К месту, откуда поступил сигнал, оперативно прибывают инструктора пожарной безопасности, представители охраны со средствами пожаротушения и защитными масками. Расчет пожаротушения – внештатные пожарные расчеты. Эвакуация длится 15 минут, а с самых удаленных точек – 20. По словам управляющего торговым центром Вегас Кунцева Алексея Шпаковича, торговый комплекс готов в любой момент продемонстрировать слаженную работу как персонала, так и всех инженерных систем. Сегодняшняя проверка для нас была ожидаемая, но мы к ней отдельно не готовились. Мы не знали, что именно сегодня нас будет проверять. И то, что вы сегодня увидели, отработку тех систем противопожарной защиты, действия персонала, действия пожарной службы – это не бутафория, а это реально так и есть. Также представители правоохранительных органов проинспектировали детскую комнату и кинотеатр, где сотрудники Вегаса продемонстрировали работоспособность огнетушителей. В случае возникновения пожарной опасности сотрудники детской комнаты сообщают о возгорании, после чего к работе приступают все соответствующие структуры. Также был произведен осмотр насосной станции пожаротушения торгового комплекса. Сотрудникам комиссии рассказали, что в случае возникновения опасности эвакуацию детей из игровых комнат будет осуществлять работающий там персонал, с которым проведены инструктажи. По результатам проведенной проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение выявленных нарушений. Виновные лица будут привлечены к установленным законам ответственности. Как рассказали специалисты по пожарной безопасности, при сигнале тревоги в кинотеатре запуск алгоритма реагирования происходит в течение одной минуты. Включается аварийное освещение, в том числе аварийные знаки направления движения. В этот же момент охрана совместно с пожарным расчетом прибывает к месту, оценивает ситуацию, при необходимости работает полностью пожарный расчет. Прокладывается первая рукавная линия и проходит тушением. Одновременно с этим осуществляется эвакуация людей. С момента пожарной тревоги для эвакуации людей на улицу необходимо не более пяти минут. Неплановые проверки противопожарной безопасности в местах массового скопления людей в Одинцовском районе будут продолжены. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Я напоминаю, что сегодня мы говорим о пожарной безопасности в торговых центрах. Сегодня у нас в гостях Владимир Аркадьевич Старожук, начальник отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району, и старший инспектор Евгений Белебезьев к нам присоединяется. Здравствуйте, Евгений. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. По этому номеру телефона вы можете задать свои вопросы гостям в сегодняшней программе, но желательно по теме, которую мы обсуждаем. Мы уже поговорили о том, что проверки идут, нарушения выявляются. Насколько я понимаю, нарушения и серьезные в том числе есть. Какую ответственность понесут руководители торговых магазинов? Значит, хочу сказать об ответственности. В первую очередь отвечает за торговый центр генеральный директор и собственник. Естественно, при выявлении нарушения права пожарной безопасности понесет как юрлицо, так и должностное лицо довольно-таки ощутимые штрафы. В случае, если в результате их действий или бездействий приведет к плачевной ситуации, то есть, не дай бог, к гибели людей, то, естественно, наступает уголовная ответственность. Дорогие гости, сейчас много общественных организаций, которые отправились проверять торговые центры. А имеет ли право рядовой посетитель, например, проверить наличие огнетушителя? Безусловно. Когда вы заходите в любое помещение, вы можете найти план эвакуации. В большинстве помещений они все-таки имеются. На этом плане эвакуации обозначены пути эвакуации, куда эвакуируются, где запасные выходы, а также наличие средств первичных пожаротушений. Это огнетушители и пожарные краны со стволами и рукавами. Они во многих случаях находятся в металлических ящиках, где, как было показано в сюжете, открываются ключиком, где вы можете подойти и увидеть наличие первичных средств. Если такой выход не имеется, то, скорее всего, указанных на плане эвакуации, скорее всего, они и отсутствуют на этом объекте. Что делать в случае выявленного нарушения? Обращаться к сотруднику с просьбой устранить? Почему у вас выход не открыт? Откроете? Или куда-то в другие станции? Что касается выхода, можете обратиться. Но лучше, конечно, вы можете написать заявление, как нам. Обратиться к нам, и этот объект будет проверен, и, естественно, наказан в административном плане за нарушение правил пожарной безопасности. Это является одним из нарушений. Ну и следующий вопрос, таки, наверное, уже практически, не дай бог, конечно, но если не дай бог, случается происшествие в торговом центре, какое-то задымление или возгорание. Что делать? Как себя вести? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня это, наверное, один из актуальных и важнейших вопросов, который интересует всех граждан и горожан. Опасность торговых центров заключается, в первую очередь, да и как и любого другого объекта с массовым пребыванием людей, это с большим скоплением людей, заключается, в первую очередь, в скорости распространения огня, токсичности дыма, который выделяется, и, соответственно, высокой температуре, которая может образоваться. Все это может произойти в считанные секунды. Основными причинами возникновения пожаров на объектах с массовым пребыванием в торговых центрах остается аварийный режим работы электросети, электрооборудования, ну и, конечно же, человеческий фактор неосторожного обращения с огнем. Если уж возник пожар на таком объекте, в первую очередь, конечно же, необходимо грамотно оценить обстановку, не поддаваться, в первую очередь, панике. Как правило, на таких объектах должна сработать система противопожарной защиты. Это система пожарной сигнализации, система оповещения, система дымоудаления, то есть должны последовать речевые сообщения, необходимо их внимательно прослушать и также слушать, выполнять команды, обслуживающий персонал, который должен проходить тренировки по безопасной, быстрой эвакуации жителей, населения. Соответственно, при движении в людском потоке необходимо, то есть, не создавать, опять же, паники, вот, значит, приложить, согнуть руки в локтях, прижать их к бокам и сжать кулаки, то есть, соответственно, немножко, скажем так, немножко отклоняясь назад, как бы тормози за собой поток за спиной, вот, и оставляя место впереди. Что, если со мной дети? Ну, вот, конечно же, нельзя о них забывать, то есть, молодые, активные, зрелые люди, то есть, да, как бы, подразвивают физическую их развитость. Конечно, нужно обращать внимание и на малолетних детей, значит, стариков, то есть, помогать им двигаться в потоке. То есть, самый лучший эвакуационный путь – это тот путь, который вы знаете. Поэтому при посещении торговых центров и любых других объектов обращайте внимание на наличие запасных выходов, эвакуационных выходов, то есть, запоминайте маршрут движения, обращайте внимание на план схемы эвакуации. Зачастую, как бы, думаю, редко кто это делает. Вот, соответственно, выполняйте команды, поступающие с речевых оповещателей, и выполняйте команды обслуживающих персонала. Вот, соответственно, не забывайте о том, что, значит, дым очень быстро распространяется, и поэтому при возможности, то есть, нужно защитить органы дыхания. В первую очередь, можно попытаться воспользоваться любой ветошью, тканью, смочив водой, и, соответственно, как фильтрующее средство использовать. Вот, поэтому, покинув торговый центр, то есть, нужно собраться в безопасную зону, где будет оказана помощь. И не забывать, что все действия, значит, прибывших пожарных подразделений, пожарно-спасателей, все службы будут нацелены, в первую очередь, на ваше скорейшее спасение. Вот, в первую очередь, при обнаружении пожара, каждый гражданин обязан сообщить об этом по телефону. Все вы прекрасно знаете, это 112, 101, 01, все они работают. Соответственно, есть такой, добывает момент, когда, допустим, поздно был обнаружен пожар, то есть, ушло драгоценное время, то есть, мы остались на каком-то этаже, допустим. Опять же, нужно грамотно наценить постановку и постараться выбрать, невозможно воспользоваться уже лестницей. Опять же, напомню, что лифтами и эскалаторами пользоваться припожей категорически нельзя. Вот, поэтому нужно попытаться выбрать безопасную зону, то есть, это может подойти даже туалетную, то есть, комната, да, то есть, не то, чтобы забаррикадироваться, а, то есть, попытаться любыми материалами, скажем, уплотнить в притворах, то есть, не старайтесь до последнего момента не открывать оконный проем, то есть, потому что это будет резкий приток воздуха, и, соответственно, придется уже этим окном воспользоваться. То есть, привлекайте внимание, звоните с телефона. И, если уж вы остались, скажем, выбрали безопасную зону, какое-то помещение, да, то есть, необходимо на ручке, то есть, оставить какую-то любую вещь, это будет ориентировано для пожарных при поиске людей, что в данном помещении возможны люди. Вот, но я надеюсь, что никто никогда не попадет в такую ситуацию. Есть какие-то такие фатальные ошибки, которые люди обычно допускают вот в такой критической ситуации? Ну, я думаю, что сложно понять, ну, не то, чтобы сложно понять, а часть психологии, то есть, каждый человек, в общем, стараясь в своей ситуации, может по-разному себя повести. То есть, кто-то применяет чересчур активные действия, кто-то впадает в так называемое состояние фуги, то есть, от запенения, то есть, если нужны команды, то есть, человек, который возглавит, то есть, да, если нет людей, которые могут помочь. Поэтому зачастую, как практика показывает, да, есть у нас в торговых центрах, допустим, основные, основные акционные выходы, достаточно они широкие, то есть, да, но есть и предусмотрены по нормативам запасные выходы. То есть, как правильно было сказано, собственники или паралич компании зачастую могут их просто на первом этаже забаррикадировать. Хорошо, допустим, там физическая сила позволит демонтировать, то есть, но стараться выбирать основные акционные пути. Вот, ну и, соответственно, малолетние дети могут, вот, допустим, потерявшись, спрятаться, то есть, и не подавать никаких команд. Вот, не нужно стараться, как бы, тушить. Это обязанность профессионалов, обязанность персонала объекта. То есть, ваша главная задача, как можно быстрее эвакуироваться в безопасную зону, либо наружу. Если ребенок все-таки остался там, стоит ли возвращаться его искать? Или уже ждать пожарных, ждать профессионалов? Да, естественно, конечно, если это свой ребенок, естественно, тут очень тяжело человеку, да, запретить, что у нас было, например, вот, с торгового центра, да, то есть, вот, опять же, если уже прошло большое количество времени, помещение задымлено, то есть, вам необходимо профессиональным пожарным сообщить, где, возможно, мог остаться ребенок, пожарные всегда при работе в задымных зонах используют аппараты на сжатом воздухе, то есть, средства идеальной защиты, то есть, у них, скажем, защитная бывая одежда, вот, у них более, больше будет возможности, времени находиться для поиска данного ребенка. Вот, поэтому, ну, и, в первую очередь, объясните своим детям, что прятаться при пожаре нельзя, то есть, и старайтесь их не отпускать никогда от себя. Держать только за руку. Да. Еще, наверное, хочется добавить, Андрей Владимирович уже сказал в этой студии, что не стоит снимать происходящее на мобильный телефон, а стоит все-таки быстрее покинуть помещение. А еще паника. Мне кажется, главное спасение от паники – это знание правил пожарной безопасности. Если ты знаешь, что делать, то, соответственно, поводов паниковать гораздо меньше. А на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся на канале ОТВ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова